Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Даже природа пролила свои слезы в этот день над защитниками русской земли. Поминальный молебен по жертвам Великой Отечественной войны разнесся над площадкой реабилитационного центра «Витязь». Здесь ветераны СОБРа, дивизии Дзержинского, отрядов «Витязь» и «Русь» вместе с областными властями и детьми почтили память бравых русских солдат, отдавших свои жизни за победу. Огромные потери понес многонациональный советский народ. Советский Союз принял весь удар гитлеровской машины, выстоял, победил в этой войне и освободил Европу от немецко-фашистских закладчиков. Чем дальше от нас уходит вот этот день, начало Великой Отечественной войны и день победы 9 мая 1945 года, тем больше каждый из нас должен чувствовать ответственность. Ответственность за то, чтобы мы все жили под мирным небом. Солнце взошло уже над партизанским отрядом. Несколько русских солдат расположились в Череповецких лесах. Как дела, сержант? Товарищ страшенал вас искал, товарищ майор. Понял. Враг подкрался незаметно. Из кустов на лагерь набросились немцы, завязался бой. Звуки выстрелов и разрывов снарядов сотрясали воздух. Но наши не сдались, справились, выстояли. Над реконструкцией сражения участники Братства Краповых Беретов трудились несколько месяцев. Специально выстроили несколько землянок, закупили форму, сшитую на манер той, что носили наши прадеды во время войны. Оружие лицензированное, но, хоть и выглядит, как настоящее, 40-х годов, бьет только в холостую, зато громко и зрелищно, чтобы передать атмосферу настоящего партизанского лагеря. Это все основано на реальных событиях по одной простой причине. На территории Вологодской области реальных боевых действий не велось. То есть были созданы в свое время партизанские лагеря, законсервированные. Мы попытались воссоздать именно такой лагерь, на территории которого готовились именно руководящий состав, который потом возглавляли партизанское движение. То есть были командирами партизанских отрядов. Своеобразную победу маленького отряда отпраздновали смотром оружия и экскурсией по лагерю. Несмотря на то, что проект «Историческое наследие» уже открыт, предстоит еще немало сделать – обустроить еще три землянки, привезти больше оружия, как старинного, так и современного. В этом лагере «Витязи» планируют готовить юных череповщан к службе в армии, ну и, конечно, рассказывать о том, как жили их соотечественники в годы войны, как сражались и погибали за родину. Практически, наверное, сегодня нет человека, у которого бы кто-нибудь из родственников не участвовал, либо не погиб в Великой Отечественной войне. Мы показываем подрастающему поколению реальное событие и ту историю, которая была, а не которая сейчас написана западными политиками. Так, Братство краповых беретов надеется, что будущее поколение не забудут о подвигах предков и будут стремиться также крепко стоять на страже безопасности современной России. Анастасия Хаткова, Егор Плеснин. Новости.